ребят всем здравствуйте хочу вам сегодня показать еще одно лечение и восстановление у орхидеи нашла я так скажем издержки производства это те орхидеи с последнего прихода ну что ж придется видимо оставить себе данную орхидею я в принципе и хотела себе ставить потому что это беглип вот таким красавством он должен быть смотрите по прошествию времени изначально было все хорошо но на днях я стала замечать именно лист начал желтеть от основания ну конечно уже сразу видно что здесь есть чернота от которой и начинает желтеть значит здесь присутствует какая-то гниль который мы будем позже разбирать и смотреть 2 орхидея у которой также начал желтеть лист кто-то возможно скажет о том что этот лист он допустим от старости своей начал желтеть и все такое зачем что-то убрать убирать срезать и лечить но нужно было ранее про нее уже конечно записывать видео но лист этот начал желтеть также от основания и уже он полностью здесь пожелтел но вот если приглядеться поближе то скорее всего здесь под листом есть проблема ну что ж давайте приступать будем к самому лечению давайте начнем сразу с это орхидеям изначально я полностью буду удалять лист я его сохранять не буду потому что с той стороны может быть что-то и проявится может быть и нет в принципе мне легче будет его удалить листья здесь видите есть еще я имею полное право его также удалить давайте посмотрим вот единственное что к чему можно придраться это именно вот это место у корешочком чернота и нам ее нужно будет с вами сейчас зачистить и посмотреть что же там я думаю что в этот раз мы обойдемся легким испугом вот этого черноту прям буквально вот отсюда даже начиная с основания корня я его также удалю и в принципе все там у корня чисто и спокойно также бы кто-то мне бог и написать комментарии что вот зачем туда-сюда имеет место быть имеет и вот здесь узнаете такой вот чернота она между двух корней вот сейчас я вам ее покажу достану которая и провоцировала именно желтение у листа если бы я не стала сейчас все это удалять вот посмотрите то это бы все начинало прорастать уже дальше глубже именно вот эта чернота и посмотрите также вот она под корнем прям под корнем сидит видите вот именно этот именно это место очага не зря конечно что я удалила лист будем сейчас отсюда все это доставать инструменты у меня обязательно обработанные спиртовом растворе необходимо обязательно все дезинфицировать для того чтобы и на какие-то другие орхидеи не переносилась какая-либо зараза который может сидеть у вас на инструментах если вы когда-то работали с такими же гнилями все все зачищаю конкретно чтобы никакой черноты не оставалось так что дорогие мои зрители такую черноту необходимо убирать я думаю что вам понятно почему иначе начнет все разрастаться дальше больше если вы не обратите на такое внимание здесь вот тоже вроде бы казалось ничего страшного а если посмотреть то она чернота то уходит уже даже вот под сам корень туда поглубже я тут думала что она здесь только на корешочки а нет она он туда уходит даже ближе к стволу зачистив все вот здесь у основания я вот так вот стала разводить и посмотрите здесь на стволе вот прям вот здесь вот есть чернота именно отсюда видимо снизу она как пошло и вот сюда ушло наружу на лист также будет необходимо именно это место нам зачищать но мне знаете мне мешает вот именно вот этот корешочек я его один корень удалю он не такой уж и длинный для того чтобы мне было легче вот он такой корешочек подобраться именно туда к шее я хотела еще этот корешок удалить но он очень далеко разросся и мне будет очень тяжело но зачем его травмировать удалю пока лишь один и видите вот она открылась вся чернота я-то думала мы отделаемся одним легким испугом но нет здесь нужно будет зачищать видите какая насколько может быть коварный гниль именно черная гниль если не досмотреть и не это чистить то смысл всего лечения корень обрубила смысл всего лечения он потеряется ладно чуть позже его уберу нужно вот сейчас будет здесь максимально подобраться вот она вот она вся вот эта чернота которая сидит и провоцирует орхидею именно на гниение также под вот этим корешком который я по неосторожности отчик но также именно к нему подобралась это гниль вот она я ее сейчас остатки здесь счищаю это знаете это именно это не та гниль которую можно оставить в покое есть такое да вот сажистый грибок когда вы видите у основания есть чернота чернота до чернота про такие черновинки тоже уже много раз говорила и она никак не провоцирует ни на что орхидею стоит сидит спокойно и сидит а здесь вы сами видели что лист у основания вот он этот листик он у основания был желтым и это говорит о том что гниль она в активном росте так все здесь я максимально уже все зачистил посмотрите все хорошо все чистенько заглянула вот сюда во внутрь под основание вот она идет сама шея здесь шея все хорошее чистое значит проблемы дальше нету так и получается корешочек который я отстригла сейчас его постараюсь отсюда вытянуть вот он сам по себе идет корень он хорошо что не такой уж и длинненький а сейчас просто вытяну и все конечно все корень уже будет неживой потому что от основания я его отстригла так дальнейшие мои действия вот эти вот это конечно все место среза необходимо будет обрабатывать фунгицидом именно контактными фунгицидами которые будут работать только вы здесь у основания в моем арсенале есть фундазол и есть максим данный препарат вы также можете приобрести у меня вот он максим именно ими необходимо работать точечно вот именно только в тех местах где было место среза я сейчас буду работать именно с фундазолом но по мне он как-то мне кажется больше и лучше справляется конечно вы можете взять и максим работать с ним я его никогда не развожу я его сюда вот так вот накладываю и просто размазываю кажется я его не делаю просто присыпаю если работать с максимом то с ним необходимо работать осторожно для того чтобы он не проник на корни потому что в работе с корнями он их сушит а фундазол нет фундазола такого свойства нет тут он даже если корневую и лечит то никаких проблем в принципе с этим и нет все вот это дело все обильно прямо так обильно все примакиваем и оставляю орхидею покое все везде все места вот прям все места где я работала со скальпелем все прям все везде замазала заложила приступаем ко второй орхидеи также лист у нее на двое рассоединяю и смотрим что же там у нее с шеи давайте поближе посмотрим инструменты я уже все обработала старый цветонос его также отстригают эти корешочки которые тоже были старые так у здесь корень вижу старый все это я удаляю с места вот здесь также подпорчены вот этот вот корешочек я вот так же удаляю и пинцетом мне необходимо будет все вот это снять все вот эти чешуйки которые были брать и то же самое с другой стороны удаляю ее эту старую чешуечку открываем так скажем шею и смотрим что же там под шею у нее вне камеры я максимально зачистил убрала все чешуйки вот эти вот корешочки старые где раньше были все сняла но пока ничего не вижу плохого также вот знаете для своего спокойствия я вот эти места которые якобы такие черные да неприметные вот эти вот я сейчас вместе с вами их немножко вот так по скребаю и посмотрю если что-то там если там будет здоровая хорошая ткань то причин для волнения нет да в принципе ствол видите хорошего здесь вот то все хороший ткань хорошая красивого зеленого цвета значит ничем больше мне не нужно будет работать то и с фунгицидами там с максимом либо с чем я сейчас на данный момент применю вот такой биологический препарат с ними также подружилась принципе работает хорошо и все вот эти вот местам но там среза где-то что то я может быть оторвала вот если приглядеться вот здесь это был здесь корешок вот в этом месте и видите под ним под корешком но такая нормальная здоровая ткань вот это место вот это место я вам хочу показать видите она зеленая все значит обрабатывают только лишь биологическим фунгицидом так орхидея неустойчивая поставила ее в кашпу чтобы она никуда не падала и бактофит он порошок все вот эти вот местам прям вот так вот просто лишь примакиваю припудриваю для того чтобы защитить и закрыть все места куда я проникала своим скальпелем либо ножницами все вот прям припудриваю все везде хорошенько весь ствол и чтобы меня поняли но в первую очередь новички почему я работала именно фунгицидом биологическим они такими как максим либо фундазол здесь если мы посмотрим то откровенного и гнилостного процесса именно какой-то орхидеи вот мы с вами вместе все это срезали сейчас удаляли и видели что гниль присутствует здесь все серьезным применяем фунгицид но если вот в таком в такой ситуации что вот так скажем он человеческий фактор ты начинаешь сюда лезть и что-то лечить что-то срезать то биологическим фунгицидом для того чтобы закрыть все вот эти места вполне можно обойтись хочу обратить также еще ваше внимание вот на такие вот корешочки но вообще изначально видно что гнилостный процесс еще при производстве был но он также был остановлен потому что вот нарощена у нее корневая и видите от основания есть вот таких вот два плохих корня я их удалять не стану потому что видите далее корешок идет здоровый и также если посмотрим вот на этот корень он также но здесь вот можно остаток плохого корня его просто снять и остается вот этот вот тяж это вот нить если мы посмотрим далее то вот сам корень он идет хорошим нормальным здоровым значит от основания рубить ничего не нужно и поймите меня правильно по отношению к этой орхидеи я повторюсь еще раз изначально я видела что лист именно желтел у основания может быть я вот даже на данный момент не вижу да вот и там какая-то происходит микроскопическая гниль которую я не вижу и оттуда именно пошло желтение и вот сейчас на момент съемки лист полностью пожелтел для своего спокойствия я его сняла посмотрела шею какая она есть на данный момент все хорошо в плане шеи все спокойно ничего я здесь не срезала сильно как мы видим просто лишь зачистила чешуйки старую брала корешочки убрала и место среза присыпала биологическим фунгицидом также корневая если посмотреть здесь в самом кашпом она но ранее гнила я вообще ее купила у цен очка именно для себя я захотела такую орхидею но видя что процесс весь остановлен его здесь корни все наращенные я ее себе оставила какие будут мои дальнейшие действия по уходу за этими орхидеями обязательно я прям сейчас буду обрабатывать орхидеи оберона потому что они пойдут на моё адаптационное окно там где стоят уже орхидеи которые она болеет там каким-то образом восстанавливается и это новички обязательно необходимо обрабатывать инсектоакарицидами от вредителей моем случае это будет оберон он у меня в шприце я раз разбавила три капли на 100 грамм воды в наличии есть почта россии могу отправлять полностью орхидея опрыскивать не буду ни в коем случае потому что здесь как вы видите присутствует но уже присутствовал будем надеяться гниль и чтобы нам это место не мочить я просто лишь вот так даже вместе с бутончиками и и буду протирать листья со всех сторон пока стояла обрабатывала вот здесь у основания просто лишь протерла и здесь также поближе к месту среза я просто лишь протерла вот хочу еще заострить ваше внимание посмотрите вот на этот корешочек казалось бы что-то плохое да вокруг корня есть чернота но на такую черноту я внимание не обращаю это закупленный корень если было бы проблемам то лист бы его здесь вокруг он начал желтеть как только видите желтизну соответственно необходимо будет уже срезать а пока я его не трогаю и вот так вот эти чешуйки которые но вот эти чешуйки от старого листа я также для своего спокойствия просто лишь приложу сюда фундазол и все и буду спать спокойно больше ничего здесь не трогаю уже новым диском также протирают данную орхидею со всех сторон если вдруг у вас попадает водичка в основании необходимо сразу же ее собирать для того чтобы не провоцировать орхидею ну также на гниение это носик вот здесь есть я вот так же со всех сторон протираю и его оберон можно было бы добавить и в полив но поливать я сейчас орхидеи не буду потому что грунт еще с момента поставки до сих пор не просох мне необходимо чтобы полностью полностью орхидеи просохли только лишь потом я буду применять к орхидеям обязательно буду применять при поливе фунгициды в данной орхидеи можно применить биологические фунгициды к этой орхидеи можно применить ну привику либо фитоловин можно использовать виторос топаз скор меня также спрашивают в комментариях лена чем помимо привикуру можно еще обрабатывать вот я вам уже сказала теперь мне необходимо будет за ними наблюдать чтобы далее не пошла никакая желтизна ничего не гнило если все хорошо все спокойно пусть стоят и поставлю их также как ранее сказала на адаптационное окно обработка отвредителей прошли на хорошее освещенное место там где хорошая температура нет ни сквозняков ни прямых солнечных лучей и сразу же в данном видео пока у меня тема зашла про гниль хочу вам показать итоги именно работы с орхидеями один зритель мне в комментариях написал о том что лена для чего вы даете новичку надежду на то что вот такие орхидеи они могут жить смысле они не могут жить если ты все обработал если ты все зачистил в данном видео можете посмотреть как я с ними работала что дело все зачищено все спокойное ничего не разошлось не расползлось не пожелтела и есть результаты посмотрите орхидея начала себе наращивать новые корешочки в корневая внутри горшка полностью сгнила вот прям полностью ну тут еще один кошечек более-менее теплица но уже тоже все и видите насколько он сухой прям орхидея отсюда чуть ли не выскакивает из горшка ее необходимо будет полить так обработка у орхидеи было 21 августа и покажу еще одну орхидею но правда на видео она у меня не присутствовал но смысл один и тот же также гнила у нее шея и обрабатывала я максимом все вот видите все обработано обработано чернели также листья у нее желтели все обработала и теперь у нее наращивается новый корешок но по состоянию корневой внутри горшка более-менее получше за ними я все время ухаживала и в каждый полив им добавляла вот такой биологический препарат кто-то мне говорил в комментариях о том что это очень вредоносный препарат для людей но пока на себе ничего не испытываю чувствую себя хорошо и орхидеи также чувствует от него хорошо и используя его 2 грамма нам литр воды изначально необходимо развести 2 грамма в 100 литрах но здесь 200 миллилитров миллилитрах воды необходимо полностью его растворить и довести раствор до одного литра от данного препарата я результаты замечаю мне нравится ребят его также вам рекомендую в нем содержится не только живые споры и грибы бациллиус субтилист но и различные также есть стимуляторы для роста хитозан и интерна и кислота кто-то мне также писал что маркетинговый ход от производителя что здесь интерна и кислота и все такое стимуляторы роста но не знаю имеет место быть по крайней мере я вижу от него результаты поливаю орхидеи которые растут во мхе строго в поддон прям строго строго кстати необходимо воду брать также которая без примесей без хором и посмотрите в поддоне у меня поддон у меня грязненький мне его необходимо помыть поддон чистый я один раз к ним применяла фундазол для того чтобы мне остановить гнилостный процесс и это мне удалось до последнего я буду работать именно с фунгицидами вы знаете мой принцип работы с орхидеями когда они болеют его необходимо лечить стимулировать ее ни на что не нужно если орхидея у вас адаптируется к домашним условиям но в моем случае после пересадки только тогда я их стимулирую стараюсь но давать какие-то стимуляторы чтобы они наращивали корни а если орхидея болеет изначально нужно и необходимо именно остановить весь вот этот вот процесс заболевания пока вы не вылечите не уберете болезнь стимулировать что-либо смысла не будет и вам также советую работать по такому же принципу все наливаю орхидеи в поддон воды пусть она напитывается на данный момент если орхидеи увлажняется половина грунта можно потому что у нее корневые корневой там нету чем больше она увлажнится на данный момент тем для нее будет лучше если бы она была с хорошими корнями то конечно столько много поливать в поддон не не стоит и также я прекратила осуществлять полив именно которую орхидеи растут во мху по периметру потому что именно такой полив и спровоцировал вот эту самую гниль не совершайте моих ошибок поливайте так как я теперь их стала поливать все пусть мог сам себя впитывает эту орхидею я поливать не стану потому что грунт у нее до сих пор еще увлажненный его вот прям видно что он влажный влажно следите именно за тем насколько высыхает сам мог и я всегда советую полностью мог чтобы просох корневая никуда она не денется она у вас там не умрет за то время когда у вас высыхает мог они корни сами впитывают именно влагу который находится внутри мха и орхидея на не должна жить постоянно в воде постоянно в болоте именно муху необходимо давать просушку как только увидели что мог сам по себе высох только тогда уже можете осуществлять именно вот такой полив ну что ж ребят я буду заканчивать свое видео обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем всего самого доброго всем пока